ВВЦ вновь превратился в Центр абхазской культуры. На этот раз празднование по случаю 70-летия в Победе Великой Отечественной войне, организованным Международным культурно-деловым центром Республики Абхазия и Министерством культуры нашей Республики. По традиции, очень много москвичей пришлось соприкоснуться с абхазской культурой. На второй день своего визита в российскую столицу по случаю празднования 70-летия со дня Победы Великой Отечественной войне абхазская делегация во главе с президентом Раулем Хаджимба посетила павильон Абхазии во Всероссийском выставочном центре. Стоит отметить, что это первое посещение главой государства павильона нашей Республики. Рауль Хаджимба отметил важность работы Международного культурно-делового центра в Москве. Хочу пожелать всем тем, кто организовал здесь эту работу, сегодня проводят ее нашим землякам, мире Москвы, всем тем, кто участвует в этом процессе, огромное спасибо, выразить самые лучшие пожелания людям, которые подготовили это мероприятие. И я надеюсь на то, что у нас в этом павильоне будут еще больше мероприятий, связанные с праздниками, которые будут еще впереди. И еще раз праздникам у вас всех. Здесь с утра работала выставка «Абхазия в Великой Отечественной войне». Согласно историческим документам, на фронт ушло более 55 тысяч жителей Абхазии, 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22-м уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Трое из них были награждены орденами славы трех степеней. На выставке были представлены фотографии абхазских солдат, принимавших участие во Второй мировой войне. Ветераны из Абхазии, приглашенные на празднование Дня Победы в Москву, с особым трепетом смотрели на представленные фото. В российскую столицу на празднование 70-летнего юбилея Победы прибыли ветераны Великой Отечественной войны. 98-летний Арсен Чакрян, Валентина Шульгина и 91-летний Алексей Шония. Несли знамена немецкие, пыль была, стояла во всю выявки, в сапогах, все. А сейчас что? Это одна техника. Я вчера шайку сфотографировала, я его знаю очень хорошо. И говорю, вот это какая техника сейчас? А у нас что было тогда, когда был парад, первый 45-й год? Пулемет, Максим, который на водичке работал, винтовка со штыком. И все, больше ничего не было, вооружения-то никакие. Потом уже к концу войны пришли, Катюши тоже пришли. А вот вчера вообще я была поражена таким, что такая техника. А какие у вас впечатления были? Там было много ветеранов, может, встретили каких-то своих знакомых? Нет, своих нет. Я перед этим была на встрече нашей дивизии. Я 27-го была здесь. У нас была встреча нашей армии Чуйкова. Там вот было нас 18 человек. Отлично. Какой может быть? По всей республике Советская. Даже китайцы у нас были, монгольцы были, многие другие страны были. Этот праздник в первую очередь для ветеранов. Именно они главные и долгожданные гости дня. Отметил, обращаясь к зрителям глава попечительского совета Международного культурно-делового центра Республики Абхазия Олег Барциц. Хочу сказать, что маленькая Абхазия внесла существенную плату в дело достижения этой победы. Жители Абхазии сражались на полях Великой Отечественной войны, ковали победу в тылу и вместе с другими братскими народами Советского Союза добыли победу над общим врагом. Живым подтверждением этому является присутствие здесь наших прославленных ветеранов, которые приехали из Абхазии и которые вместе со своими боевыми товарищами из Российского Союза ветеранов и Союза ветеранов ВДНХ находятся сегодня здесь, среди нас. Все, что будет происходить сегодня на этой сцене, концерт, талант наших абхазских артистов, теплота их сердец, все это для вас, дорогие ветераны. И для вас, жители Москвы и гости ВДНХ. Песня о Великой Победе как своеобразный гимн. Каждый житель постсоветского пространства знает наизусть десяток военных и победных песен. На праздничном концерте они были исполнены известными абхазскими артистами. Также из нашей страны приехал ансамбль народного танца «Кавказ». «Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки». «Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки». «Помнят Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот светущий и поющий яркий май. Биг при Берцел, русском пальце сквозь канав». Специальным гостем вечера стал известный автор-исполнитель Вилли Токарев. На праздник в павильон Абхазия были приглашены представители посольств иностранных государств. Советник посольства республики Джибути в Москве отметил, что давно появившееся желание посетить Абхазию после этого дня только увеличилось. «Полное удовольствие от концерта. Мне все очень понравилось. Я просто в восторге». «В Абхазию появилось желание?» «У меня давно появилось желание поехать в Абхазию, потому что я должен сказать, что страна – это прежде всего люди. И я думаю, что Абхазии очень повезло с послом, который ее представляет в Москве Игорь Муратович. Я думаю, что это пример для многих его коллег, как нужно работать». Своими впечатлениями долго делились и москвичи, ставшие зрителями концерта в Абхазском павильоне. «В такие праздничные дни встретить певцов с Абхазией – это такое удовольствие послушать. Это еще раз говорит о том, что мы очень дружны между собой. Искусство всегда открывает дорогу к благополучию, мирному сосуществованию». «Очень приятно. Хорошо, что это исполняется для ветеранов. А мы этим попользовались до сих пор. Организаторы праздника отмечают, что впереди много планов, связанных с Абхазским павильоном на ВДНХ. И ближайшая из них – фотовыставка, посвященная юбилею первого президента Абхазии.